Всем привет! Сегодня поговорим немножко, поболтаем, можете чай-кофеёк налить. Я хочу от вас обязательно в комментариях услышать истории хорошего, позитивного, настоящего клиентского сервиса. Неважно, в какой стране и части мира вы живёте, вообще можете рассказать о клиентском сервисе, который у вас. Я буду рассказывать сейчас историю, основа костика такого моего видео. Это история клиентского сервиса. Я покупала косметику, расскажу, что произошло интересно. И клиентский сервис в Турции немножко. Но сначала о клиентском сервисе в Турции. На канале есть видео довольно-таки популярное. Можете посмотреть о клиентском сервисе Аэрофлота, с чем я столкнулась. И честно скажу, что мне до сих пор, уже, наверное, года три прошло, меня эта история не отпустила. И я, честно, совестливо заявляю, что Аэрофлот – это моя нелюбимая компания. Есть гораздо лучше сервисом клиентским компаний в мире. И я считаю, что, во-первых, не зазорно оказывать какие-либо вообще услуги другим людям. Это не низкая какая-то работа, не важно, будь то ты уборщик, продавец, какой ещё у нас сервис, да, парикмахер. Предоставляешь какие-либо услуги, ремонтируешь, не знаю, продаёшь что-то, вкручиваешь лампочки, не знаю, убираешь, делаешь какие-то там, не знаю, гардины, не знаю, чистишь унитазы в плане делаешь сервис, да, как это называется, забыла слово. В общем, бытовое что-то по дому, когда ты сантехник, да, вызываешь что-то такое, это же оказание услуг. И когда ты хорошо делаешь, клиент чувствует себя нужным, что его потребность закрыли, что к нему хорошо отнеслись, то тебе и чаевые там дадут, и хорошо, короче, к тебе ещё обратятся, да. То есть ты в любом случае, работая с возражением, с негативными клиентами, это всегда труднее. Но твой негативный, что я вам всегда по продажам научу, что ваш негативный клиент, проблематичный, если вы с ним хорошо проработаете, он к вам всегда вернёт ещё 10 клиентов сверху, у вас будет выручка и прибыль. Вот о клиентском сервисе в Турцию, не вы везде, я сразу скажу, кажется, что особенно когда вы как турист приезжаете, тут очень классный сервис, но это бывает не везде, здесь тоже бывают хамавитые люди, у которых плохое настроение, недовольные какие-то кассиры или ещё кто-то, я вот этого видео рассказывала. Можно встретить в сферах там обслуживания на кассах или ещё где-то людей, которые не любят иностранцев, не то, что именно ваша страна, в принципе, они там ревностно к этому относятся, иностранцев могут не любить, и это типа фу, вот так вот вообще общаться некрасиво. Тоже такое встречается, но в основном клиент-ориентированность в Турции в сервисе есть. Господи, начиная, например, миллион вообще ситуаций, пример ближайший, в карантин рестораны работали только у нас на самовывоз или там на доставку. Вы не поверите, много раз, когда я покупала там кофе, мне его давали бесплатно. Они с меня не брали денег, потому что, ну у них там касса, например, не работала, они пробить чек не могут, но деньги не возьмут. Или касса работает спокойно, пожалуйста, они не пробивали мне кофе, я раз через раз вообще за него платила. Вот она клиент-ориентированность. Конечно, я туда хожу до сих пор и всегда, выбор мой этот тот ресторан. Клиент-ориентированность хороший сервис, когда с ребенком прихожу и каждый раз в этом ресторане ребенку выдают новую раскраску, упаковку, карандаши, все упакованное новое. На один раз другому человеку, то есть ты забираешь этот подарок. Но это не суперлюксовый ресторан, обычный, но не европейской кухни, такой средний, не дешевый там, но не супер-мега какой-то, обычный такой, не простенький, такой средний класс. Вот это клиент-ориентированность. Клиент-ориентированность, когда здесь по именам своих клиентов знают. Как кто ты, что ты, вообще все расспросят. Турки очень клиент-ориентированные, когда у них это в принципе, в культуре их торгашеской, они хорошие продавцы. В магазине везде, чтобы ты, конечно, это с целью продать еще. И это не зазорно, но клиент-ориентированность, это сервис, это ремонт одежды, если ты что-то там порвал, это хороший возврат легкий. В Турции две недели тоже можно вернуть, если ты что-то купил себе, оно просто не нравится. Не надо объяснять причины какие-то, почему выдумывать. У меня в России две недели, вот мой личный опыт сколько был, даже если это порванное, поломанное какое-то, ты купил что-то, просто не знаю, какая-то проблема в этом. То есть не твоя причина повреждений, попробуй, блин, докажи еще. Там 10 тысяч экспертиз пройди. Ну, в общем, это биться за это надо было, чтобы что-то вернуть. Здесь с этим гораздо проще. Но скажу, вот недавно муж купил обувь и понял, что, походив там несколько дней, что она ему маловато, полуразмера не хватает. Он пытался поменять, но у него не приняли. Но это и логично, потому что ты обувь уже поносил. Если бы он принес ее новую дома из коробки, то есть по дому ходил, и видно было, кстати, что она там потресканная какая-то, поношенная, но не чистая подошва. Ее бы, кстати, приняли. Мы уже, мы просто с продавцом поговорили. Он говорит, просто с улицами, это уже именно грязь уличная, просто подошва была белая, а мы бы, говорит, может, и приняли что-то черное. Но белая, говорит, мы просто отмыть не можем и никому бы не продадим уже. То есть, ну, без проблем, как бы. Это понимание такое было, да. Но никто никогда никого тут, чтобы посылать что-то, тут сервис, на мой взгляд, после именно России. Я просто скажу, в Москве, думаю, в Питере получше с этим, но я имею в виду провинцию, Новосибирск, голода поменьше, подальше от столицы. Там с этим гораздо хуже сервиса. И это в любом случае человеческий фактор. Все зависит от людей, насколько они счастливые, насколько они хорошие, добрые. Это очень влияет. Личное человеческое отношение, когда хочется этот сервис делать. Еще скажу, что здесь в Турции была такая история интересная. Сколько я с ребенком, когда где-то в магазине что-то покупала, сколько всяких подарков бесплатных, носочки просто тут же, которые на кассе продадутся. Как легко что-то поменять. Я когда меняла одежду, у меня чек не спросят даже. Просто я ребенку купила колодки, они оказались очень-очень большие. Я прихожу с чеком и все. У меня просто девушка берет из рук. Вот так вот они за ней просто на стенде висе, она их весит обратно, несмотря ничего. Не порвала их, не проверяя. Вот так снимает. А какой там размер, окей? А вот она, тебе держите. Все. Я говорю, а чек? Она говорит, да не надо, вы что? Просто она мне с витриной вот так поменяла. Представляете? Или, например, я однажды покупала джинсы в обычном сетевом магазине. Я имею в виду там манго, зара, что-то такое. И они мне, ну, не пришла домой, они не понравились. Не мое как-то. И я тогда только переехала. И муж мне говорит, ну, я говорю, пойдем со мной вместе менять. Я боюсь там, я не знаю, я вот этим столкнулась первый раз. Мой первый обмен, скажем так, у меня был шок. Я подружке своей рассказывала из России сейчас вот недавно. Потому что тема зашла, она вот такими глазами меня слушала. И мы приходим, короче, в магазин. Муж просто без слов, понимаете? Просто по-турецки, мне нужно поменять, например. Или я хочу вернуть. Не надо объяснять причины. Окей, тебе берут просто пакет. А не просто там чек. Главное, чтобы ценник остался. Вот эта наклеечка со штрих-кодом, бар-кодом. Все, что им нужно. Или там у меня был даже оторван уже вот этот хлястик, ниточка. Она просто посмотрела, окей, ценник лежит, ниточки. Да без проблем и новую приделом. То есть мне это не замечание, ничего никаких не было. Она, короче, берет джинсы и обратно вообще слов не было. Просто мне нужно вернуть. Все. Она забирает эти штаны. Дайте просто карточку, если вы карточкой покупали. Наличку вам сразу отдают по чеку. Чек, конечно, тоже нужно. А если вы карточкой, то карточку прилагаете. Она там вводит в данные, продавец все. И в течение там трех рабочих дней вам возврат идет на карточку. Я выхожу, я вот так стою, и мне никакого вопроса вообще не было. Что? Почему? Я бы в России, мне пришлось бы объяснять, почему мне там не понравились. Вообще слова не было. Им пофигу, почему ты меняешь. И когда я выходила из двери этого магазина, мне уже брякнула смс-ка о том, что мне вернули деньги. Три дня? Три минуты у меня прошло. И я так, о, нифига себе. В Турции, если что-то там порвалось в одежде новую, которую ты купил, или еще что-то, ты придешь в магазин, тут очень боятся плохой репутации, скандала всяких, не дай бог тебя рай, тут очень стараются умаслить клиента. Потому что, вот опять же, это просто азы простые маркетинга и торговли. Негативный клиент, которого ты, скажем так, хорошо с ним и проработаешь, его конфликт, его проблемы, он останется довольным, он тебе потом принесет еще много клиента. Вот эта история про меня к теме нашей сегодняшней видео. Почему я именно Арафлун вспомнила? Потому что я покупала крем, девчонкам потом оно в видео будет, я покупала крем на сайте Культ Бьюти, где я всю косметику заказываю всегда. Как знаете, онлайн заказы, бывают битые коробки, какие-то проблемы с доставкой, утерянный товар или еще что-то. Я люблю сайт Культ Бьюти, мне ни за что не заплачено, хотя они берут там блогеров некоторых в себе в коллаборацию там для рекламы, но они так прекрасно работают, у них хорошие цены, хороший выбор косметики, качественный и такой клиентский сервис, что им рекламы никакой не нужно за деньги покупать. Вот я, как сейчас, я вам просто рассказываю, насколько это хорошая компания, добросовестная. Ну, великобританский это сайт из Британии. Так вот, я заказ сделала крема, я про него девочкам рассказывала, видео косметических, это чудо-чудо крем, мне он когда-то попадался в Культ Бьюти в Гуди Бек, в сумочке пробник, он не всем нравится, не всем просто он подходит, он для жирной кожи, не для сухой, это вообще маска для лица, называется «Восстановление лица после солнца». На самом деле это используется как ночной крем, можно там 50 мл в банке, и у меня кожа, когда я им пользовалась, просто никогда такой шикарной не была, я об этом видео каком-то давно, год назад упоминала, мне очень захотелось купить этот крем, но зараза в том, что у него огромная цена, и мне хотелось, но я всегда думала, на Культ Бьюти очень часто будут всякие акции, скидки и всякое такое, и я думала, окей, он как таковое средство, ну попробовать интересного было, может быть, я думаю, что его регулярно буду покупать, оно классное, но у меня всегда есть мой любимый дневной и ночной крем, который я тоже менять не хочу, как бы такое, знаете, чем пользоваться есть, но из интереса я бы это купила, чтобы средство действительно показало классный эффект. И я думаю, окей, будет когда какая-то интересная скидка, акция или еще что-то, я куплю его просто по скидке, чтобы было не так обидно за такую сумму приобретать. Сумма этого крема, насколько я сейчас помню, в районе 26 тысяч рублей на сайте, и я вам честно скажу, что почему Аэрофлот вспомнила, потому что я билась за несчастный там билет на видео, там, может, все, цены там я называла, что это цена билета из России в Турцию, понимаете, туда-обратно слетать, и тут крем, и полеты, это одна, да, категория там же, и тут крем как бы. И в чем история заключалась? Мне приходит, короче говоря, посылка на российский адрес с кремом, вскрытие идет, там идет акт с нашей, скажем так, таможней московской, потому что крем пришел побитый в доставке, а точнее просто, внимание, открутилась его крышка, и 10 грамм продуктов вытекли, и там была подмоченная, размытая коробочка подпорченная, ну, по сути, все. Вскрылась, скажем так, упаковкой, и видно, что там коробка придавленная просто во время доставки, какой-то курьер, там, скорее всего, на почте, именно в Россию, так пришлось, в Британии произошло, там все в акте описано, и просто придавили ее каким-то тяжелым грузом, эту маленькую коробочку. Можно прикопаться, что изначально ее плохо, скажем так, оберегли в этой коробке, надутые, знаете, такие есть огромные пакеты, туда поставить, этого бы не произошло, а они просто упаковали сгофрированной, немало, но гофрированная бумага, которая, по сути, банку пластмассовую не защитила. Приходит такая фигня, короче, и акт стоит с печатью российский о том, что вот, пожалуйста, 10 грамм не мы у вас украли, сломали, к нам это пришло, там все задокументировало. У меня это уже такое было со вскрытием коробки, другого посылки, так на таможне делают это все, объясняется, что они такое получили. Я, короче говоря, раньше же сталкивалась с келетским сервисом Культбьюти, я вам немножко расскажу, у них такое, если тебе пришел не тот товар, тебе второй раз вышли тот, который тебе нужно. Тот, который тебе пришел не тот, например, крем, его возвращать не надо, какая бы у него стоимость ни была. Однажды мне приходила, скажем так, испорченная упаковка косметички, был набор там каких-то средств, косметичка была порванная. Я не ждала, иногда они просто как клиентский сервис дают просто скидку 5-10 фунтов, 10-5-10 процентов, 20, короче, важно, разные скидки бывают, либо в процентах, либо в конкретной карточке она используется, 15 фунтов на нашем сайте. А 15 фунтов это, кстати, немало, тысяча рублей. И вот, короче говоря, думаю, ну, покажу, что у них там с доставкой не очень, и думаю, ну, даду скидку там 5% как моральную компенсацию клиентов, клиент-ориентированный сайт. Я это делала, и я думала мне скидку, просто я написала такое письмо в сервис-центре, говорю, вот смотрите, пришло то-то-то, говорю, но прям написал, для меня эта проблема не решает, просто чтобы вы знали, что может как-то в следующий раз вы такой продукт можете лучше упаковать для кого-то другого. Вот мое письмо было. Мне через неделю, без ответа это осталось, просто спасибо, что написали, а через неделю мне пришло второй такой косметический набор абсолютно бесплатно, как компенсация. Вот она, клиент-ориентированность. И вот этот крем, я пишу им туда, и говорю, ну, блин, ребят, мне, вот вам акт, баночка, коробочка и акт. Ребят, как бы крем у вас самый дорогой практически на сайте, один из топовых продуктов. Я его давно хотела купить, вот я его купила. Ну, просто можно было упаковать лучше, а не бумажку положить, потому что, как видите, упаковка вскрылась, я просто не, я действительно не планировала сейчас использовать, я думала, он будет герметично, чтобы не попадали бактерии, и пользоваться им позже, когда мой крем там, короче, закончится, через несколько месяцев. Ну, говорю, раз так получилось, мне сейчас придется им пользоваться, и говорю, блин, 10 грамм продукта, и крем стоит, ого-го, сколько, это не маленькая все равно сумма, это просто написал, что я как клиент, мне это не очень приятно. И я уже с вами лет 5, наверное, у вас регулярно делаю заказы. Мне ответ пришел, я думала, что на максимум они могут выслать второй крем. Я бы, конечно, от этого не отказалась. Мне приходит такой ответ буквально через один уже день. Ой, уважаемая, траля-ля-ля, да, вы наш постоянный клиент, просим вас принять извинения, нам самим очень жаль. Объяснение было, мы упаковывали, да, наша вина, конечно, в том, что мы надо, надо было надежнее это упаковать, вы совершенно правы. Мы с удовольствием бы вам сейчас отправили второй такой крем, но дело это действительно так, его никогда на сайте нет. Я вот прям ждала, когда он появится, и как раз это, скажем так, совпало с временем, когда была акция летней распродажи у них. И он просто в стоке его нет, у нас не скоро он вообще появится, он появляется раз в полгода на сайте этот крем. Его тут же расхватывают за пару-тройку дней. Я всегда в джойн-лист добавляю, я жду этот крем купить, чтобы... И, типа, у нас нечего отправить, поэтому мы вам делаем полный возврат суммы на вашу карту, которую вы использовали при оплате. Оплата пройдет в течение 10 рабочих дней. Я... То есть у меня остался фактически крем, и мне вернули за него полную сумму, которую я потратила. Вот он, клиентский сервис. Я сидела, когда мне поступили деньги на карту, я вот в шоке была. Мне было так приятно. На меня не наплевали, мне ответили, мне компенсировали, хотя я не ждала этого, не ждала денег. И даже крем этот... Я знала, просто был опыт с ними раньше работы, что они могут отправить. Я просто знала об этом, слышала неоднократно о других там и блогеров, и девчонки у меня, подружки, кто-то. Сделаю заказ еще, понимаете? После такого отношения. Вот оно, как должно быть. Так что, девочки. Косметикам мне спрашивают часто, Культ Бьюти в Турцию доставка есть, но граница Турции многие средства не пропускает. Это спреи, жидкие какие-то средства. Консилер Худок Бьюти я пыталась заказать, мне он не прошел таможню, его обратно отправили, мне пришлось менять потом, это тоже связываться с сервис-центром, менять адрес на русский, чтобы не обратно это отправили уже в Россию. Ну, короче говоря, в Турцию я заказы не делаю с Культ Бьюти, потому что фиг дождешься. Да и в принципе в Сифоре небольшая слишком там разница. Многие средства в турецкой Сифории есть, которые есть, и на Культ Бьюти что-то найти можно. Прям супер, они Худо Бьюти та же самая, да, допустим. Ну, что-то найти можно. Если есть возможность, заказывайте на сайт, ой, на страну свою Украину, Россию и Беларусь везде доставляют, прекрасная доставка, быстрая. Короче говоря, потом привозите в Турцию, но прям в Турцию нет. Я просто не рискую. Может, есть средства, которые не доставят, всякие палетки, и все прочее. Но это вот, простите, геморрой с турецкой таможни, в это ввязываться не хочется. Он неделю там где-то мурыжится, потом тебе особо трек надо отслеживать, даже не оповещают о том, что его обратно отправили, потом ищи-свещи свою посылку, если они пропустят. Короче, я этим не увлекаюсь. Вот такая история. Жду ваших комментариев, истории на тему клиентского сервиса. Может быть, здесь в Турции хорошего клиентского сервиса, в России. Я знаю, что много таких кафешек, интересных ресторанов открывается. Там хороший сервис, интересные места у нас примерно в Новосибирске, но сейчас из-за коронавируса закрыт, в принципе, обанкротился. У нас было кафе с енотами, да, ты приходишь в кафе, можно енотиками поиграть, погладить, прям такие, ну, супер вообще, миленько, приятно. У кого какие есть истории про хороший клиентский сервис, когда ваши потребности, все-таки ваш какой-то каприз, может быть, вашу претензию удовлетворяли, сполна. Очень интересно почитать такие истории. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.